поехали вот сейчас точно поедем осан васильевич добрый вечер добрый вечер андрей владимирович смотрите какая чудесная вещь которая бесит моих врагов зажим до галстука будет если введут цифровой рубль и наличку отменит а если наличку не отменят то это да чтобы котлеты котлеты баксов сжимать весит врагов показывай чаще тебя есть дороги но конкурент наверное они не понимают что главная фишка моего канала это вот купить вот такие штучки и набить котлетами боксу наличные доллары наверное можно сжимать рубли наличные смысла мне кажется особого нету ну хотя какой-то какой-то резерв иметь и в наличных не повредит но доллары евро зажимать конечно же деньги зажимать они что там другое скоро мы их совсем зажмем и ликвидируем да ну хорошо юаня вот наличные некоторые зажимают юань наличные не видел ни разу но может люди которые так сказать активно торгуют ездят в китае может быть у них и есть понятно что самое главное было на прошлой неделе кстати я должен извиниться почему мы не вышли утром я ездил в группу компании финам и там уже давал интервью так что самое интересное вот самое интересное по прошлой неделе было и нам это имя это касса казимир алмазов так что видел видел вас финами андрей в ютюбе как все главное на прошлой неделе для меня главное отчет сургута например вышел лучше ожиданий вот вот для меня более-менее важное потому что я держу эту бумагу ну а в целом негатива не произошло никакого это уже хорошо все пока стабильно стабильность это то чего мы достигли и чем гордимся ну да а вы что-то делали кроме покупки облигации я до продал у меня маленький хвост ростелеком оставался на прошлой неделе вот прям в пятницу по последней продал вы мне позвонили бы я вас отговорил ростелеком это в топ-3 в акции по итогам недели лучше андрей я входил в этот год с двумя акциями которые сейчас топ это ростелеком и система который за этот год выросли больше всего но не тот не другой я особо не додержал систем может быть жалковато ростелеком достиг целей которые я ставил и в принципе меня вполне по нему там доходность в районе 30 процентов вполне устраивает небольшой период времени за три месяца поэтому по решение фиксировать она вернее цена по которой я готов был продать она у меня в мозгу была заранее при достижении я уже особо не смотрю но честно говоря по моей практике обычно я продаю не очень хорошо после продаж все продолжает расти потому что я больше ориентировался на какие-то свои старые цели а тут появляется новые вводные рынок в общем в этом смысле меня всегда ну часто раздражает что растет то что я продал то что я как бы хотел держать и с каким-то так сказать может быть недостигнутым достигнутыми целями ну вот что есть то есть напоминалочка если вы хотите не как и сад васильевич покупать по минимуму абсолютно продавать по максимуму обязательно пишите на мой телеграм-канал там всем кто подпишется дает точный конверт с расписанием торгов на год вперед там все цены указаны что же мне теперь отписываться что ли я же тогда я не следую всегда вашим рекомендуем тоже делать а подписываться не буду буду смотреть и на ус мотать правильно дайте вам руку я пожалуй руку но невозможно это сделать через экран мысленно да а вот скажите пожалуйста вы участвовали в размещении европлана я не нет не участвовал европлане я вот несколько раз участвовал в размещении и в принципе для себя сделал вывод что это бессмысленное такое занятие потому что если размещение хорошая большая перед подписка ты ничего не получаешь там как как-то маржинально заявляться вдруг получится что наоборот то есть если размещение плохое то цена потом не растет и даже падает таких примеров тоже много видели если размещение хорошее то тебе ничего не дают и в принципе если ты веришь в этот актив то лучше его купить потом когда торги начались хотя в диасофте вот такого вот такой возможности не было там начались с большим с большим ростом до сухом банке была такая возможность купить вот сейчас европлане если кто-то верит я не особо верю так сказать вот во все эти лизинговые дела много лизинговых компаний и есть у них и свои плюсы и минусы как как бы не мой сектор просто вот поэтому не участвовал а все что участвовал ничего хорошего в общем для себя решил что участвовать больше не буду а буду смотреть на реакцию потом как как что торгуется и возможно участвовать уже в торгах покупка через торги того объема который мне нужен тоже все мои участие то это какая-то фигня в общем вышла понятно давайте мы вот сегодня наверное хорошая новость по поводу переезда пятерочки и пятерочки до магазина пятерочки она хорошая новость во что это выльется но честно не знаю не хорошая но она вроде конца прошлой недели новость пятница да сегодня туда-то далее когда вот это все а как это будет происходить то принудить я не знаю я вас прошу вот и я не знаю вот смотри если по методу там тенькова что там как бы ликвидировалась а здесь открылась или это это одно а если по методу яндекса что юрлицо останется x5 который у нас на бирже сейчас торгуется или торговалась она как будут обменены акции на новое юрлицо или или не будут старая же не будет ликвидирована голландская правильно принудительная редмицелляция это переоформление собственности в россии на другое юридическое лицо как в этом случае акционеры будут что получать если они голландская компания останется и мажоры которые владели x5 они наверное останутся там только с чем я в общем хороший кейс на него посмотреть со стороны но я не исключаю что и негативно там что-то может развиваться что останется у вас оболочка наполнение уйдет другим людям если в случае с яндексом там были какие-то разговоры о деньгах да то есть деньги там еще тоже процесс не завершился кстати как они вот яндекс начнет торговаться там 15 мая да как они будут два одновременно лет этот исчезнет обмен к тому должен поэтому ну как это мутная вода называется можно в ней как бы и рыбу половить а можно сунул руку а там крокодил и без руки остался поэтому поэтому я я затрудняюсь принудительная редмицелляция может быть как тут а к другую сторону я посмотрю на нее со стороны интересное событие интересно я представляю это не крокодила биржевые пираньи маленькие которые не там пираньи это фигня от пираньи ты сразу почувствовал один укус и убежала крокодил сразу тебя по локоть откусывает или там наоборот даже заглатывает вместе с головой поэтому тут видимо минпромторг это не пираньи ну хорошо он же инициировал да а вот поговорим еще по облигациям и говорили сейчас на платном канале подробно а бесплатно поговорим бы тоже дать им просто бесплатно бесплатно инструкцию какие облигации покупать нет я шучу артем говорит что может реально заработать 50 процентов сейчас если купить на длинном конце 50 это как бы оптимистично это номиналу они должны прийти в цене вот я смотрю конкретный выпуск там мы как-то упоминали прошлый раз или через раз давно 26240 уфз с погашением в тридцать шестом году по моему купоном 77 процентов стоит этот такой как бы срез под длинным облигациям такой самый на чем можно посмотреть все остальные но плюс-минус так же да чем меньше купон он врет слова не надо заработать можно только на росте цены правильно понимаем он врет у некоторых у некоторых сейчас я чуть-чуть подольше у некоторых облигаций которые длинные уфз были выпущены в последнее время у них большой купон там 9 10 11 процентов и цена у них сейчас ну грубо там 80 процентов от номинала 90 от номинала то есть такие тоже могут вырасти выше номинала но только если ставка будет соответственность ли у них купон десятые грубо дату ставка должна быть там 8 7 чтобы они росли выше номинала вот поэтому пока у них рост такой до номинала им 10 20 процентов вырасти поэтому здесь ограничено вот облигации с маленьким купоном в этом мне кажется в этом случае будет более динамично себя безусловно вести вот где они стоят там 60 65 процентов сейчас но 50 процентный рост это слишком оптимистично я для себя закладываю примерно такие уровни и горизонты наверное это конец следующего года то есть это года полтора больше и ставка там 12 и ниже в этом случае можно по телу заработать там наверное процентов 20 может быть чуть больше ну и за это время и купоном еще заработаешь там процентов 10 за полтора года вот вот примерно это наверное ну 30-40 процентов сумме если артем сергеевич имел ввиду вместе с купонами то за пару лет это возможно для меня ориентир 30 процентов мне этого будет достаточно в облигациях но еще раз длинные облигации не для того чтобы 15 лет получать 15 процентов годовых они для того чтобы заработать достаточно коротком интервале за счет роста курсовой стоимости который произойдет если цб будет снижать ставку если вы не будет снижать ставку то можно ограничиваться тогда пока купонные доходности там процентов 11 12 которые текущие котировки дают нам длинные фазы вот такой вот спич но я я начал покупки длинных фазы я из флоутеров из купонов приходящих сегодня там приходили мне купоны россия 30 заплатила тело погасила традиционно то есть там достаточно большой платеж по 30 россии ты я не покупаю больше флоутеры деньги от продажи акции или какие там еще у меня появляются да я покупаю длинные фазы может быть я в этом ошибаюсь артем к сергеевич заметил что ни один эфир сейчас не проходит без обсуждения его идей по рынку ни один эфир ну потому что он то человек такой резонансный до рынка он сказал что доллар будет на мост бирже 9092 надолго например как я могу мимо этого пройти у вас перекрестная реклама артем сергеевич в своем ютьюбе упоминает андрея владимирович а уже привет ему большой артем сергеевич а да мне уже люди написали что я деньги мне платит артем сергеевич за рекламу его наставничество если бы за каждого артема сергеевича мне платил за каждую фразу хотя бы по рублю я был бы уже богатым человеком я думаю очень богатым супер богатым наверное ты супер богатый не бедный да нет так не бедный а такой не бедный главное вот заходишь там что ты покупаешь что тебе нравится правильно и не думаешь один не бедный человек с моей точки зрения которые на еду тратит не больше там ну хорошо 20 процентов своего дохода он не бедный а лучше десяти да вот короче не будем а кто больше 20 тот уже бедный 90 92 короче вот надолго такой сценарий вы думаете рассматриваете ну я не исключаю слушая вот как гражданин как человек и как вижу что вот окружающие меня мои люди там родственники да то для нас всех будет лучше если как минимум будет стабильно еще лучше если укрепится рубль куда-нибудь на 85 но все с тем что у нас вот такой бюджетные стимулы и такие такие ставки опасения я думаю что не оправдаются такие ожидания что рубль соотношение рубль доллар будет стабильным я своих пока так сказать мнение не меняю что в этом году мы 120 увидим возможно это будет ну не не навсегда будет там какие-то не движения в ту другую сторону но на 90 мы не останемся в течение всего года я на это ставлю ставлю свои деньги андрей я параллельно с рублевыми активами имею один валютный актив один у меня сейчас ну кроме американских акций которые у меня частично замороженные частично торгуются вот 11 валютный актив у меня есть не замещайки а суверенки понятно ну хорошо посмотрим 120 посмотрим посмотрим до время покажет я думаю что можно даже горизонты кенте юля август вот я примерно такие сроки примерно могу для себя определить критические для рубля а меня сон был снился чтобы что может быть и будет 120 но потом вернется на 105 ну не знаю вещи и сны я за то чтобы рубль был крепче еще раз это лучше для всех или даже не крепче чтобы он был стабильный как вот у нас был период стабильного рубля в районе 30 до вот он будет в районе 90 это все уже к этому курсу более менее привыкли приспособились это и на импорт будет благотворно влиять что люди не будут закладывать риски в цену продавцы импорта да вот так что я за 90 глобально как как патриоты человек но как спекулянт я думаю что рубль скорее ослабнет чем останется на этом уровне хорошо наш проект поговорили поговорили по поводу отсечек то есть дивидендного периода будет нового на роста вы считаете нет акции ну слушай в принципе деньги наверное все таки на рынок придут и раньше не реза их выводили которые получали дивиденды обычно до ослабления рубля было конвертировали и выводили сейчас нерезов нет дивиденды все равно суммы дивидендов в абсолюте достаточно большие и какая-то их часть останется безусловно на рынке и поддержку рынку окажет я не знаю насколько это будет там вызовет ли это бурный рост потому что может быть геополитические дела будут влиять значительно больше чем чем и к моменту выплаты дивидендов там в июле месяца мы уже будем говорить о другом это прогноз от ливанчика что знаю не знаю я не делаю свои прогнозы июль начинается грандиозное что-то такое на фронтах это его прогноз я про это не буду эту тему затрагивать а мы тоже не будем затрагивать эту тему потому что потом все стыдно будет ничего потом не забывать что они что говорят так эксперты военные и потом становится стыдно за то что говорили лучше помолчать вот так вот значит то есть вот так теперь по поводу сбербанка акции да опять-таки прогноз промсвязь банка что будет еще волна роста сбербанка как вы думаете будет она ну зависит от ставки в первую очередь потому что мне кажется с прибылью там все стабилизировалась у сбербанка но сбербанк наверное вот хоть у меня его нет но он наиболее соответствует моим ожиданиям от рынка то есть мои ожидания от рынка это двукратная доходность по сравнению с альтернативой то есть со ставками cb 30 процентов наверно с учетом дивиденда и роста курсовой стоимости сбербанк способен давать вот дать в этом году и и в принципе наверное это это хорошая альтернатива если ты не хочешь ничего не делать и получать доходность выше депозита и просто держать сбербанк всегда его покупать но все и с тем что у меня как бы концепция боль более мобильная такая да урвать денег от рынка побольше не всегда это получается так что про сбербанк я думаю что вот 30 процентов годовых с учетом дивиденда и роста курсовой стоимости то что можно от сбербанка ожидать 10 процентов по курсу по стоимости он же в этом году дал правильно примерно 10 процентов 10 процентов еще будет дивидендов и еще соответственно 10 процентов то есть 330 концу года вот грубо так наверное я бы спрогнозировал хорошие для бабушек такая инвестиция для всех хорошие понятно а тут код манул написал мне что он прибывает у нас всю правду скажет завтра код манул ребята код манул на стриме в 15 часов март закончился корс от свободен да так вот что же у нас это самое будет как от лирическая . на это на сегодня для сегодня да она всегда есть наверное лирическая . сегодня она то будет 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 давай будет ну такая лирическая хотел нет покороче какой-нибудь сегодня лирическую точку покороче владимир маяковский есть у него такие стихи про партию хочу сиять заставить заново величественнейшее слово партия что-то она там видимо не сияла вот партия то есть сейчас по аналогии с маяковским у нас засияло одно слово во всем мире и у нас в россии во всем мире засияла в моем детстве этим словом коммунисты обзывали верующих или церковь вот а сейчас она повсеместно сияет и вошло в нашу жизнь и слово это мракобесие посмотрите на трампа или байдена но это ж мракобесие в чистом виде не бать 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 мракобесие вы что-то перепутали немножечко как у сторону не знаю мне кажется она так окружила земной шар до баня выглядит не серьезно надо будет канальчик создать день будь на рутубе вместе с разуваем будем обсуждать байдена вот все спасибо большое за интересное интервью спасибо вам